Спленомигалия Спленомигалия – это увеличение селезенки, что чаще всего является следствием различных заболеваний. В редких случаях спленомигалия отмечается при патологических процессах в самой селезенке. Причины возникновения – самыми распространенными причинами спленомигалии являются бактериальные инфекции. Так, спленомигалия встречается при тифопаратифозных заболеваниях, сепсисе, миллиардном туберкулезе, туберкулезе селезенки, бруцеллезе, сифилисе и других острых и хронических бактериальных поражениях. Вирусные инфекции Увеличение селезенки может отмечаться при коре, краснухе, остром вирусном гепатите, инфекционном мононуклеозе и других вирусных инфекциях. Протозойные инфекции, такие как малярия, токсоплазмоз, лишманиоз и другие. Микозогистоплазмоз и бластомикоз. Гельминтозы Спленомигалия может наблюдаться при шестосомозе, эхинококозе, различные виды анемии, гемолитическая, пернициозная, гемоглобинопатии, циклический агроноуцитоз, идиопатическая тромбоцитубеническая пурпура, тромбоцитубеническая пурпура. Системные заболевания органов кроветворения, например, острые и хронические лейкозы, злокачественные лимфомы, миэлофиброз и другие. Аутоиммунные заболевания. Нарушение кровообращения. Наследственные и приобретенные заболевания обмена веществ. Очаговые поражения селезенки. Симптомы Поскольку спленомигалия является следствием множества различных заболеваний, то каких-либо специфических симптомов не существует. Инфекционные и воспалительные спленомигалии могут проявляться повышением температуры, болью в левом подреберье, а также тошнотой, рвотой и расстройством стула. Что касается невоспалительных форм спленомигалии, то они могут проявляться незначительным повышением температуры, слабыми болевыми ощущениями в левом подреберье и незначительной болезненность при прощупывании левого подреберья. Виды заболевания. Спленомигалия бывает воспалительной и невоспалительной. Воспалительная форма спленомигалии возникает при бактериальных, вирусных, грибковых, протозойных инфекциях, сепсисе, глистных инвазиях и инфаркте селезенки. Невоспалительная спленомигалия протекает без воспаления тканей селезенки, но с ухудшением ее основных функций. Данная форма спленомигалии возникает при анемиях, аутоиммунных процессах, системных заболеваниях и болезнях обмена веществ. Диагностика. Изначально проводится анализ жалоб пациента, сбор анамнеза и осмотр. При пальпации определяются размеры селезенки и ее плотность. Среди лабораторных методов исследования проводятся клинические и биохимические анализы крови, коагулограмма, общий анализ мочи, копрограмма, анализ кала на наличие гельминтов, а также бактериальный посев крови. Среди инструментальных методов исследования применяются ультразвуковое исследование, а также другие виды диагностики в зависимости от предполагаемой причины спленомигалии. Возможно проведение стернальной пункции, компьютерной томографии, определение аутоиммунных и биохимических маркеров, а также генетические исследования. Действия пациента. К сожалению, спленомигалии долгое время может протекать бессимптомно. При обнаружении увеличенной селезенки необходимо выявить и устранить причинное заболевание, на фоне которого происходит увеличение селезенки. Лечение. Спленомигалии как правило сводится к устранению причинного заболевания, вызвавшего увеличение селезенки. В зависимости от конкретной причины для лечения могут использоваться антибактериальные препараты, противоопухолевые и гормональные препараты, витамины и другие средства. При опухолях селезенки и развитии гиперсплинизма назначается оперативное вмешательство по удалению пораженной селезенки. Осложнение. Спленомигалия может привести к разрыву селезенки, а также к осложнению тех заболеваний, на фоне которых произошло увеличение селезенки. В ряде случаев существует угроза развитию гиперсплинизма снижения количества клеток крови, тромбоцитов и лейкоцитов вследствие их разрушения в селезенке. Профилактика. В отношении спленомигалии специфической профилактики не существует. Отказ от вредных привычек, своевременная вакцинация и периодические профилактические осмотры у врачей снизят вероятность развития данной патологии. Продолжение следует.